Еще одна резонансная тема ветеринарная. Приказ республиканской ветслужбы всколыхнул не только эболитов, но и владельцев животных. Дело в том, что с 1 мая вакцинировать животину от бешенства можно будет только в государственных учреждениях. Это значит, что десятки частных клиник останутся без существенной доли дохода, а у тех же собачников появятся дополнительные хлопоты и тревоги. Возмущенные такими действиями чиновников, заинтересованные лица обратились за помощью к антимонопольщикам и в другие надзорные органы. Виктория Палкина выслушала все стороны конфликта. Для малыша Харлея большая жизнь собаки престижной породы только начинается. Похоже, к вниманию ветеринаров он еще не привык. Хотя встречаться щенку с людьми в белых халатах придется часто, ведь только от бешенства его будут прививать каждый год. Как правило, прививки от бешенства хорошо переносятся. Есть случаи очень редкие, что бывают аллергические реакции, начинаются в виде отека квинки, допустим. Но это очень редко. Как правило, очень хорошо переносятся. Единственное, что бывает практически у всех вместе инъекция болезненности достаточно сильная и все. В чьи руки Харлей попадет в следующий раз, его хозяева пока не знают. Судя по приказу региональной ветеринарной службы, нынешнему доктору Айболиту им придется изменить. Выбора нет. Прививки от бешенства домашним питомцам по новому распоряжению будут делать только в государственных структурах. Пока обстановка по бешенству была относительно спокойная, владельцы животных могли привить своих собак против бешенства в частных клиниках и у универсальных предпринимателей, которые были зарегистрированы в службе. Эти хозяйствующие субъекты, они подконтрольны, поднадзорны, в службе по ветнадзору, но контроль осуществляется один раз в три года. Ведь служба ужесточила контроль в регионе после воркутинского случая. Там еще в феврале ввели карантин по бешенству. Режимная зона располагалась вдалеке от города, вокруг шахты Комсомольская. После вспышки заболевания жители заполярия любую бродячую собаку воспринимали как носителя страшной инфекции. После нападения безнадзорных псов горожане в панике атаковали травпункты. Дворняк воркуте меньше не стало, но в целом жители успокоились. Сейчас в Коме ситуация по бешенству стабилизировалась, а вот у наших соседей дела обстоят куда хуже. Прикраничные нам субъекты Российской Федерации, это Пермский край, Кировская область и так далее, они более неблагополучны, чем Республика Коме. То есть там зарегистрировано ряд очагов по бешенству, а этот ревожный знак говорит нам о том, что в целом нужно на эту ситуацию более пристальное внимание обращать. И потому что понятно, что люди со своими животными и питомцами перемещаются активно у нас с одной территории на другое. В список неблагополучных регионов попали не только наши соседи. В красную зону вошли Татарстан, Липецкая и Московская области. Правда там почему-то никто не запрещал коммерческим ветеринарным клиникам заниматься вакцинацией от бешенства. Напротив, благодаря частникам привитых животных становилось больше. Связывались мы с другими регионами, с Москвой, Московской областью, связывались с Санкт-Петербургом по поводу вакцинации по бешенству, дано ли право исключительно только вакцинировать именно государственным ветеринарным учреждениям. Получили мы однозначный ответ, что все частно практикующие ветеринарные клиники имеют соглашение с государственными ветеринарными службами на проведение вакцинации против бешенства. И в соответствии с этими соглашениями работают в спокойном, нормальном порядке, то есть всех животных вакцинируют. Одна коммерческая клиника в среднем делает в месяц до 100 прививок от бешенства. Причем многие заводчики идут именно к частникам, ведь они работают с хорошими проверенными вакцинами. Для владельцев дорогих пород это главный ориентир в выборе своего айболита. Конечно, мы ведем все необходимые документы, регистрацию этих прививок, оформляем паспорта. Вакцины у нас все приходят с определенными бирочками, с номером, серией вакцина, серией, которая там указана. Это мы все у нас по одной дозе. В единственном экземпляре мы обычно оформляем таким образом паспорт, где пишем, от чего, в какой период времени животное вакцинировано. С этим прививочным паспортом владельцы получали уже в государственных учреждениях сопроводительные справки на перевозку животных. С 1 мая, если вакцина сделана участников, такие документы в ветстанциях выдавать не будут. Для тех заводчиков, которые постоянно ездят на выставки, это приговор. Как сообщили нам в надзорных органах, одна сыктывкарка решила подстраховаться и вакцинировать своего питомца в государственной клинике. Но на ветстанции необходимого препарата просто не оказалось. Поступило обращение одного из владельцев животных, который также обжалует действия службы по ветеринарному надзору. Как из обращения заявителя следует, что данным приказом затрагиваются его права. Прокурор вправе, если указан нормативный акт, будет признан несоответствующим федеральному законодательству вправе принести протест. Жалобы от жителей и частных ветеринаров поступили и в антимонопольную службу региона. Впрочем, там конкретного решения по спорному вопросу пока нет. Заявители считают, что данный приказ ограничивает конкуренцию на рынке оказания ветеринарных услуг в городе Сыктывкаре в республике Коми, поскольку запрещает коммерческим организациям, ООО и другим проводить прививки против бешенства. Пока надзорные органы проводят проверку, ветеринары думают, куда девать запасы вакцины, а волонтеры бьют тревогу. С частниками они дружат давно и благодаря им всегда могли сэкономить. Мы вызываем наших ветеринаров, которые нам помогают, делают большие скидки. И ветеринары приезжают и сразу же всех животных они могут уколоть вакцины. Между тем, чиновники республиканской ветслужбы непреклонны. Они уверяют, действуют строго по букве закона. Так ли это? Уже разбираются надзорные органы. Именно им предстоит определить, кто же прав в этом конфликте государственных и частных айболитов. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Владимир Шишкунос, Алексей Паршуков о первых итогах непонятного конфликта интересов.